Всем привет! Мы с вами приехали в Восточное Мурино, выходим с метро Девяткино, и пойдем мы с вами вот в ту сторону. Вот по этой улочке вперед к церкви мы с вами направляемся. Такой идешь, идешь, и тут тебе раз, картина открывается. Нет, не вот этого красивого озера, а вот это то, что слева, картина. Ну, кто рассмотрел? Вот и я рассмотрела, что нечего ходить в разных темных местах. Хорошо, что здесь подсвечивает, а так я уже не знаю, чтобы мне привиделось. Пойду, пойду дальше отсюда. Ну, не все так страшно, когда снежок светленько. Поэтому очень позитивненько пока. Представляю, если бы было темненько, и ты так раз выруливаешь и видишь. И есть вот мемориал сразу, авиатором Балтики. Смешку якаря. Вот вам, авиатором Балтики, сильной и смелой, смелым, великой советской страны. Благодарность безмертно. Вы жизни отдали за правое дело. Ваш подвиг бессмертен. И слава бессмертна. Ох, ребята, пойдем подальше от заснежного. Нет мемориала от кладбища, которого прошли. Говорят, конечно, что бойтесь живых. Но как-то все равно хочется прекрасного. Непролазная тропа народная. Сейчас выйдем. Впереди лучик света. Сейчас откроется нам замечательная картина. Вечерняя. Среди домов. Уже видите, справа у меня открывается купол. Колокольня. Сейчас посмотрю колокольня. Нет. Колокольня ниже, а вот то, что светится, это как торонда. Церковь. Освещается. Освещается. Вот. Для чего ж хороша вечером. Светится. Но, к сожалению, замок уже закрыта. 7 часов, и она закрыта. Ладно. Хотела через нее пройти. Пойду дальше. В обход. Площадка. Можно деток здесь, наверное, погулять тоже. С целой беседкой, как в детском садике. Горка. Площадка. Благополучие. Благополучие. Для чего ж у них тут хорошо? Справа тоже дом. Так подсвечивается. И сейчас вот буквально за фонарем будет большая шумная дорога. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Вот туда. Но я, как всегда, туда не пойду. Шумно. Пойду проулками. Снежок на деревьях. И спокойствие. Это было то, что слева. А то, что вон там, то беспокойствие. Шумно. Токсовская дорога. Теремок, теремок. Кто в тереме живет? Я мышка-нарушка. А вот уже народы Новый год празднуют. Салют. Либо корпоративы, либо денюха. Хотя сегодня, может, и свадьба у кого-то. А у нас с вами елочка на улице Оборонная в Восточном Мурино. Я же вам обещала елочки. Вот где буду видеть их, везде буду снимать. Вот это Оборонная к администрации улицы. У них тут вот сквир и елка. Сейчас вечер. Очень красиво. Вот этот дом мне очень нравится. Туда дорога к метро. У них даже есть вечерняя иллюминация. Уже на столбах. Очень симпатично. Вот сейчас сфокусируется. Видите? Магазинчик такой овощи и фрукты. Маленький. За ним сквер. И дома у них. Девятиэтажки еще панельные, старые. Муринский парк. У них там внизу речка. Частный сектор на той стороне. Он такой небольшой у них. Здесь летом проходят концерты. Дальше. Игровая площадка. Детская очень большая. Рассекательная. На той, вон видите, дальше. Есть детский городок. Сейчас вечер. Деток нету. Вот он. Сейчас я приближу. И дальше дорожка. Покажу вам потом. Там у них оборудована площадка для собачек. И большой спортивный комплекс. Ну вот он. Детский городок. С горками. Олейкой. И с правой стороны площадочка для выголов собак. Вот что мне нравится у них. Стоят вот такие приспособления. Кто знает для чего. Это здесь администрация вкладывает мешочки. Для животных. Если животное накакало на газончик. То хозяин должен взять пакетик. И убрать. Вот поэтому даже заботятся. Мешочки выкладывают. Ну вот она небольшая, конечно. Для выголов собак. Площадка. Ну тоже хорошо, когда есть такой вольер. Где собачку можно потренировать. И где-нибудь приспосабливаться. А вот. Взял, потренировал. Даже с надписью. Площадка. Для выгула собак. И вот такие большие спортивные. Ну, сейчас засыпало снега. А летом здесь довольно много людей. Очень много. И не в каждом парке еще можно увидеть туалет. А здесь есть. Вот еще, пожалуйста, один ящик с профой. Вот видите. Есть. Куда вкладывают мешочки. Вот туалет. Если на спортивной площадке поиграли, захотели. Просто сходили. Да и летом, чтобы по кустам не ходить. Молодцы администрация в этом плане. Видите, туда вниз спуск. Это спуск. Там внизу родник. Спускалась. Как-то я раз набирала там воду. Ну, как вам сказать. Осадок все равно есть. Но говорят, типа чистая вода. Вот люди спускаются. Все равно набирают. Туда вниз. К роднику. Зимний. Такой вечер. Спокойный. Да вообще у них здесь. Как в раю живут. Это ельсия большой отрастил на участке. Просто большая. Все. Жизнь спокойно закончилась. Начался никакой. Несконечное движение машин. Подошли к Моринским баням. Надписи эти. Моринские бани. И. Он дымок там у них. Но к ним не зайдешь. Туда не попадешь. Надо заказывать. Они недалеко от метро. В частном секторе. Они даже горели. Но их установили. И такая вот улочка. Тихая-тихая. Кругом забор. Дымок. Здесь очень хорошо у них. И Питер рядом. И деревня. Тоньки вот корят уже. Такое чувство, что я не в Питере. Я в деревне. Дома. И сельская жизнь. И пахнет дымок. Снег. Тишина. И буквально вот С правой стороны за домами. Большая шумная дорога. А здесь колодец. Тихо. Кому-то ж повезло так жить. И в Питере. И сразу за городом. Тихо. Спокойно. Сосна. Такая вся. Большая, наверное, была. Ее оп. Обрезали. Песик Барбосик лает. Слышит мой голос и лает. Доставочка. Кто-то дома сидит, печку топит, кушать хочет. Народ ленивый сейчас. Мало готовят. Все доставки. А вот за теми домами сразу метро у них. Детская площадка. Все заснежено. Летом здесь малина за этим забором. И детки здесь играют. Вот дом. Сейчас пройдем фонарь. Вот этот дом. Очень напоминает, как в украинском селе. Дома. Вот здесь забор открытый. Так обычно в Крыму открытые заборы. Сейчас покажу, почему. Вот это первая часть. Казиева живут. А вторая часть, вот как в селе. Обычно в Украине так делали. Видите? Там, наверное, вот как, если бы животных держали или хозяйство. Вот такой он. С амбарными дверями. Тихая тоже улица. В деревне. Чувствую, что я в деревне. А вот и город. Оп, рукой подал метро сразу. Пойду вот еще туда спущусь. В хозяйстве трактор. Улицу чистить сразу. Ящички почтовые. Тихо. Дымок хотела посмотреть. Есть нету. Интересно, что мне здесь топят. Дыма нету. Ну и газа у них тут нету. Колодец. На замке. Знаю, что на замке. Здесь даже есть какой-то детский развлекательный центр. Мамки видела, детей водят. И ждут под забором. Ёлка. Большая выросла. Все. Сейчас выйду уже к метро. Улица тихая. Она так и называется. Улица тихая. Поэтому тут и тихо. И никого. А еще рано. Но уже никого. Вот сейчас выйдем. А там люди. И жизнь кипит. А здесь совсем. Сто метров отойти. Никого. Сейчас еще посмотрим. Заснеженное озеро. У них тут должно быть. Раньше уточки были. Плавали. И даже видела рыбу ловят. Все. Уточек нету. Одни алкашки. Бутылочки только. И озеро замерзло. Машина едет одноглазая. Все. Вышла из частного сектора. Вот впереди меня. Мои документы горят. Большой. МФЦ у них. Построили только новый. Недавно совсем. Пару лет, наверное. Вот. И сразу метро будет. Нотариусы. А раньше у этого зелененького. На втором этаже у них была НФЦ. КФС. Раньше не было. Это, наверное, только будут делать. КФС. Непонятно. Может быть. Нет. Здесь не было КФС. 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 Наверное, собираюсь все сделать. И все. Мы пришли до метро. Вот так. Совсем близенько. Частный сектор и метро. Вечерний дом. На восточную сторону. Если с Девяткина выйти в Мурино. По вечернему. Празднично так. А вот так выглядит ЖД-платформа. Западного Мурино. Сюда вот приходят электрички. И уходят. Как на Питер. Так и в другую сторону. Установили елочку. Все елочки смотрим. Вот такая красавица. Муринская. Западного. Переливается. Всеми огоньками. Уже празднично. Друзья мои. Ну, а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь. Лайкайте. И всем пока-пока. До свидания. Продолжение следует...